Денис Лесницкий Инна и ее старший брат Дмитрий, ныне известный музыкант, воспитывались в атмосфере артистической. Вместо колыбельной родители ставили им песни самоцветов и записи The Beatles и частенько брали с собой на гастроли. Неудивительно, что Инна продолжила семейную традицию. Сегодня Инна Маликова является солисткой группы «Новые самоцветы», ведет различные концерты и программы, участвует в благотворительных акциях. Очень рада, что наконец-то к вам попала на передачу. Ты такая красивая, ты такая вот прям вот вся хорошенькая. Я красивая, хорошенькая, но я такая, знаешь, вот мой любимый обычный стиль такой, маечки, узенькие брючки, пиджачки. Да, это то, что я все время люблю, это мое, это знаешь, вот для меня такие дни, когда я могу себе позволить полностью вот быть такой, это для меня очень большое счастье. Но, к сожалению, сегодня не тот случай. Не тот случай. Да, сегодня. А что за случай сегодня? Куда ты собралась так, что вот ты решила прибегнуть к нам? Ты знаешь, вот осень и весна такие времена года, когда происходит очень много разных показов. А так как мы достаточно близко и дружим, и сотрудничаем с многими российскими дизайнерами. Совершенно верно. Вот, то сегодня я иду на очередной очень красивый модный показ. Ага, то есть мы должны поработать в стиле фэшн. Или мы все-таки не изменяем себе, да? То есть мы вот оставляем тебя Инной Маликовой, да? Знаешь, честно, я бы изменила бы. Изменила бы, да? Я все равно останусь сама собой. Я не думаю, что нужно глобальное такое, знаешь. Точнее, что можно что-то переделать. Но я бы, честно говоря, раз уж я к вам все-таки пришла, хотел бы. Поэкспериментируем. Да, отлично. Мы открыты для экспериментов. Итак, друзья, следите. Прямо сейчас эксперимент практически в прямом эфире. Поехали! Коллеги, у нас сегодня в гостях Инна Маликова. Самое приятное в этом деле что? Ну, то, что она идет на модный показ к дизайнерам и готова к экспериментам. А это значит, что нам полный карт-бланш вообще делать все, что мы хотим. Вот. Какие будут мысли? Как будем экспериментировать? Я думаю, что из ее вот таких вот, ну, наверное, часто применяемых образов мы должны вот сделать что-то противоположное, да? Она обычно любит брюки, она любит какие-то пиджаки вот такие вот. То есть, соответственно... Ну, вообще, Инна Маликова у меня ассоциируется с образом такой линии. Ассоциируется у меня с классикой. Я бы хотела попробовать, наверное, что-то в стиле Baby Doll, что-то такое, чего мы не могли бы на ней представить. Ну, да. Это какое-то платьишко, которое больше, возможно, подойдет молодой девушке, но в то же время Инна в нем, сама по себе, в своем образе, в своей внешности будет очень гармонично смотреться. Интересно, интересно. Думаю, что это... Такое решение какое будет? Яркое, что ли? Яркое, что ли? Очень яркое. А какой цвет, примерно? Чтобы не ориентироваться в мейкапе? Что-то коралловое. Коралловое. Что-то что-нибудь, яркие стрелочки, такое, коралловые губы тоже. Ох, я думаю, что мы, по-моему, удивим сами себя в этот раз. Такое фэшн. Окей, я тогда сделаю ей прическу, может быть, а-ля какая-то ракушка, или соберу, так разложу волосы, убранные будут наверх, и разложенные вот в какую-то оригинальную форму какую-то. Творческий беспорядок. Да. Юля? Фэшн? Фэшн. Полный фэшн. Журнал «Драйв. Движение жизни» – глянцевый журнал для тех, кто хочет быть в тренде. На страницах журнала «Совета специалистов» эксклюзивное интервью вы узнаете, куда сходить и что увидеть, о ярких событиях мира моды и искусства, о путешествиях и еще многом другом не менее интересном и полезном. Журнал «Драйв. Движение жизни» – журнал для активных женщин. Привет, Юлечка. Привет, Ромочка. Как дела от тебя? Отлично. Ты шикарно выглядишь, с загаром таким. Где-то была? Непонятно, вообще как-то. Ты где-то отдыхала, наверное, как всегда. Ну, я так периодически бываю, там, на несколько дней, но так глобально с лета пока еще не удалось. Ну, еще, я думаю, впереди все. Ну, я думаю, что да. Я слышал, так, краем ухом на показы, постоянно Милан, туда-сюда. Нет, Милан, на самом деле, я еду не на показы, Милан еду просто погулять и развеяться. У меня есть сколько свободных дней, просто хочется отвлечься чуть-чуть. Я посмотрел твой наряд, он очень интересный, потому что предложили дизайнеры, поэтому что-то такое хочу фрешевое, такое сделать яркое, интересное. Давай. Иночка, расскажи мне, пожалуйста, у тебя твои творческие задумки, планы, там, новые клипы, песни, что-нибудь такое интересное. Что вообще происходит сейчас? Да, что происходит в твоей творческой жизни. Именно в творческой? Ну, ты знаешь, в творческой, на самом деле, у меня происходит, ну, для меня много всего интересного, потому что мы продолжаем делать еще более большую программу с моим коллективом «Новый самоцвет», она у нас тоже, значит, такая насыщенная и большая. Здорово. Вот, и уже у нас, как бы, ну, мы же больше как кавер-группа работаем, поэтому программа у нас так уже огромная, но мы ее все еще больше и больше совершенствуем, делаем более разнообразной, так что, в принципе, ну, работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и нуся, любуйся, ты звезда. В таких руках не быть звездой просто невозможно. Ну и как тебе? Очень красиво. По цветам. Очень. Ты знаешь, я вообще невеликий, по тому, в чем я пришла, черно-белым. Так все сдержано. Да, невеликий экспериментатор и вообще не очень люблю, на самом деле, яркие цвета. Я даже летом стараюсь ходить в основном в белом, ну, так, чуть черно, но в основном в белом. Вот, а такой макияж, и вроде бы сейчас такое время года уже холодное, а мне все равно нравится. Согрел, Ромочка, согрел. Собежает. Респект, молодец. Спасибо. Теперь за теплотой к тебе буду ездить. Приезжай, с большим удовольствием. Вот. Так, у нас Денис, а потом одежда и вообще в полном образе мы будем совершенно по-другому. Да, и раз тебе просто просто лето будет у нас. Какой красивый макияж у вас получился. Я думала сейчас, какой красивый цвет волос. Ты знаешь, почему-то я думала, что ты на волосы смотришь. Спасибо. Сейчас мы, смотри, мы, я думаю, что сделаем немножко такой неклассический ход, наверное, для тебя. Я зачешу все волосы наверх. Сегодня все ходы для меня неклассические, так что я готова. Будем делать сейчас новое видео, но ты знаешь, вот будем делать не на новую песню, а все-таки искать какую-то такую старую самоцветовскую, самую-самую, ну, которую максимально можно прикольно обработать, в современную такую какую-то вот историю. Ой, очень хочется. Людям делать видео хочется, да, совершенно хватает. Это классно на самом деле, да, потому что любимые песни на какие-то... Я хочу сделать вот именно старую песню, но делать такое видео, чтобы вот именно видео, чтобы было очень... То есть картинка модная, все модно, а песни старые. Вот я думаю, что вот... Это, по мне кажется, это вот только вообще реально. В ближайшее время, да, чем будем сейчас заниматься. А так, знаешь, всякие новогодние съемочки, разные концерты. Инна, ну не могу не спросить, честно говоря, вот аж прям приостановил процесс. Интересно. Сейчас вот так вот миллионы застырил экранов вообще. Как с личной жизнью? О, хорошо. С личной жизнью на самом деле. Ты знаешь, ну, на колонии... Кто он? Я на самом деле не люблю личную жизнь. Вот я думаю, что ты уже догадался, да, как-то... Мне нравится. Естественно, она есть, естественно, она бурлит. Вот, ну, замуж я пока не собираюсь, но в ближайшее какое-то время. Это главные слова. Да, ну, безусловно, естественно, конечно, без любви как без нее жить? Ну, то есть ты открыта или закрыта? Интересный вопрос. Ты знаешь, ну, на данный момент, наверное, конечно, я открыта в какой-то степени, но я закрыта. Ну, что ж, вот за такой приятной беседой мы с тобой закончили. Я считаю, что у нас получилась очень милая прическа такая вот, соответствующая нашему новому образу. И как минимум у тебя, наверное, первый раз. Да. Сейчас посмотрим, как это все вместе было. Да, пойдем скорее одевать уже красивое платье. И в конце концов увидим, наши телезрители увидят результат. Хейрс Хау. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, 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 роскошь, ну, понимаешь? Спасибо. Я очень благодарна, на самом деле, всей вашей команде, что я сегодня почувствовала себя какой-то такой, не знаю, какой-то там полумальвиной, полудевочкой какой-то. Ну, чудесно же, да? Спасибо. То есть это неожиданно, во-первых, да? Во-вторых, насколько, ну, вот свежо. Мне интересно, как наши телезрители оценят наши перевоплощения. Однозначно. Будем, будем прям устраивать голосование в интернете. Вообще устроим, я думаю, что на сайте, да, в группе, там, во всех социальных сетях. На сайте, да, в социальных страничках. В общем, мне очень интересно ваше мнение, правда? Отлично. Вот, я бы сюда хотел сейчас позвать Евгению Глушаку. Это наш стилист, наша, ты ее уже знаешь, наша коллега, которая помогает нам одеваться. Женя, где ты у нас? Необыкновенно тонкого вкуса, могу сказать. Вот, за что и дорога. Спасибо тебе большое. Женя, расскажи, как это было. Честно говоря, я просто в восторге от собранного образа. И прическа, и мейки, и наряд, они просто идеально сочетаются. И у нас как раз получился тот образ Бэйби Долла, о котором мы с вами говорили. Прямо девчачий-девчачий, и в то же время романтический, и очень женственный, и все равно такой же, как и наша героиня. Спасибо, Женя. Ой, Юлечка, где наш фотограф? Вот она. Да. Юля, твоя задача теперь как раз вот поймать вот это все на фотографиях, да, вот нашу куколку великолепную, да, и, собственно, предоставить телезрителям фотоотчет. Вот пришла, вот ушла. Сработали хорошо, это и станет нашим подарком тебе от программы. Отлично. Поэтому давайте не будем терять время прямо сейчас. Жду, не дождусь. Потографироваться. Пойдем. Пошли. 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 Инна, как прошла фотосессия? Расскажи. Быстро, легко, красиво. Ну, с персональной любви всегда все проходит хорошо. По-другому и быть просто не может. И я уверен, что очень эффективно, потому что фотографии, которые получились, это чудо. Спасибо. Скажи мне, пожалуйста, как тебе интерьер данного заведения, вот этого роскошного салона «Красота»? Очень красиво. Очень красиво, очень уютно, очень удобно расположено, так что мне нравится. Я тебе хочу сказать больше, потому что, во-первых, вот здесь очень уютно, удобно, нам так нравится здесь вообще сниматься, и эти двери всегда открыты, и дом гостеприимный. Вот, и мы хотели бы вот от салона «Красота» сделать тебе вот такой вот прекрасный подарок. Спасибо. Это специальная карта, вот, и она же является еще и сертификатом на посещение уникального массажа, который здесь проходит по специальным технологиям, которые ты сможешь узнать более подробно на рецепшене, и оздоравливает все тело. Ты знаешь, вот когда вы говорили про хобби, я, кстати, забыла сказать, что массаж является как раз-таки моим хобби, вы прям как угадали. Вот, это уже энергетика называется, правильный обмен. Спасибо большое. Поэтому обязательно приходи, обязательно познакомься с этим процессом, и вот, в общем-то, на такой ноте, наверное, я и хочу попрощаться, потому что, дорогие телезрители, у меня сегодня в гостях была Инна Маликова. Красивая, молодая, веселая, очень позитивная, и вот, не знаю... И спасибо вам большое, что пригласили, и я думаю, что мы не будем прощаться, а просто скажем всех, до новых встреч. До новых встреч. С вами был Денис Лесницкий, программа «Давай изменимся», Инна Маликова, и увидимся ровно через неделю на Russian Music Box. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok